Библия 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 Здравствуйте! Когда мы читаем Библию, Библия рассказывает о том, что, смотря на одну и ту же ситуацию, у нас и у Иисуса разные мысли. Люди даже не понимают, почему у них появляются подобные мысли, но люди думают так, как им будет удобно. Однако, когда мы читаем Библию, что мы можем почувствовать? Иисус же, Он отличается от нас. Почему же Иисус сказал так? Почему же Иисус по-другому говорит? Сначала мы просто так думаем. Но проходит время, и мы начинаем понимать, что вот почему Иисус начинает так говорить, а не по-другому. Постепенно, когда мы начнем чувствовать это, то в ваших сердцах вы станете ближе к Иисусу. Если ваше сердце станет единым сердцем Иисуса, тогда мудрость, которого не было у нас, сила, которого не было у нас, будет проявляться через Духа Святого в нас. Один раз мы проводили библейский семинар в городе Ульсан, и поздно вечером мы возвращались домой в Сиул. Но чтобы приехать до Сиула, нужно было ехать 4 часа. Мы выехали где-то 10 часов. Если я приеду в Сиул, тогда это будет 2 часа ночи. И поэтому я подумал, нужно где-то переночевать. Вы, конечно, извините меня, но поскольку наши миссии по всей стране есть церковь, поэтому я прошу служителей, чтобы приняли меня ночевать. И я ехал. Мы хотели остановиться в городе Тейко, но поскольку проехали город Тейко, я спросил у пастора, который служит в городе Куми, и спросил, можно я там переночевать? И он сказал, да, конечно, пастор, приезжайте. И я приехал туда и лег спать. Где-то 4 утра я проснулся и хотел тихо выйти и вернуться домой. Я оделся, открываю дверь. И знаете, я так испугался, потому что кто-то ждал меня. Пастор в церкви, он не спал всю ночь, а ждал меня. Наверное, он специально ждал, чтобы я никуда не убежал. Он говорит, пастор, сейчас будет молитвенное собрание. Пожалуйста, поделитесь словом. Он намекает, чтобы я заплатил за то, что я переночевал здесь. Поэтому я сказал, ладно, хорошо, я поделюсь словом. И я остался. И потом на собрании я вижу, что одна молодая девушка сидит на инвалидной коляске и участвует на собрании. После собрания я подошел к ней. Я спросил у нее, смотри, все сидят обычным крестом, а ты сидишь на инвалидной коляске. Почему ты используешь инвалидную коляску? Там так удобно. И эта девочка улыбнулась и потом начала рассказывать свою историю. Она училась в 12 классе. И что она говорит? До недавних пор она могла ходить, но потом она перестала чувствовать ноги. Нервы начали умирать. Она перестала чувствовать ноги, потом колено, потом ниже пояса. И теперь она не может ходить. Она должна лежать в постели. Врач говорит о том, что я всю жизнь пролежу в постели и умру. И эта девушка, она очень хотела получить молитву от пастору Цупак. Но сама же она не могла приехать в Сиул. Почему? Потому что она не может ходить самостоятельно в туалет. И поэтому она говорит, что молилась, чтобы я приехал в этот город. Но, как я сказал, мы не планировали останавливаться в этой церкви. Мы хотели поехать в город Тегу. Но, поскольку проехали в город Тегу, мы остановились в городе Куми. Я смотрел на нее. Ей 18 лет. Самый красивый возраст. И такая болезнь. Я молился, возложив руки на нее. Я говорил, Господи, позволь этой сестре выздороветь. После того, как я помолился, я сказал ей, послушай, важно то, что наше сердце, когда соединяется с сердцем Бога, Господь Бог начинает трудиться и внутри нас. Если у тебя есть желание, чтобы Бог тебя исцелил, да, важно молиться. Но также, самое главное, нужно иметь веру, что Господь Бог исцелит твои ноги. И это будет совсем другой результат. «Поэтому попробуй молиться с верой». И, знаете, возложив руки на голову этой девушки, я помолился. И я уехал оттуда. И, честно говоря, я забыл о ней. Прошло где-то три месяца. Мне пришло письмо. Знаете, маленькими буквами. И там было написано, «Пастор, я действительно стала выздоравливать. И теперь я начала ходить». И говорит, если чуть-чуть лучше стану ходить, «Пастор, я хочу показать вам, как я стала ходить». И, знаете, действительно, спустя некоторое время, эта маленькая девушка с папой, с мамой, они приехали ко мне в офис. И я взял в ее руку, и мы сделали один круг в моем кабинете. И это было так радостно. Господь Бог, Он, знает, что в нашей жизни появляются разные проблемы, разные трудности. Но самое важное, это то, что даже между супругами порой могут быть разногласия, может быть такое, что разное сердце. Однако, неважно, кем вы являетесь, если ваше сердце будет единым сердцем Бога, если у вас будет одно сердце с Богом, тогда с того момента Господь Бог начинает жить и действовать в вашей жизни. Знаете, я тоже вел плохой образ жизни. Однако, когда я ходил в церковь, читал Библию, тогда я что увидел? Что история в Библии – это не просто история. Библия – это сердце Господа Бога. Например, я люблю мою супругу, и мы женились. Однако, если наше сердце будет отличаться, тогда и мне, и ей будет неудобно, и мы будем страдать. Вы согласны? Сестры, скажите, у вас бывало, что вам обидно из-за того, что ваша душа отличается от души мужа? Я думаю, такое бывало. Дорогие, муж и жена, чтобы они имели одно сердце – это очень важно. Да, порой, может быть, мое мнение и мнение жены отличаются, но если мы будем иметь одно сердце, тогда даже если супруга приготовит невкусную еду, все равно вы будете счастливы. Так ведь? Даже когда вы будете кушать, и там камень окажется идти, тоже это не будет проблемой. Подобно не будет проблемой. Дорогие, когда мы читаем Библию, надо не просто знать истории, написанные в Библии. Мы должны обнаружить сердце Господа Бога. Если сегодня, не важно, кем вы являетесь, дорогие слушатели, если вы с сегодняшнего момента, после того, как вы прочитали Библию, если вы соедините ваше сердце с сердцем Бога, которое написано в Библии, тогда внутри вас будут происходить чудесные деяния. И это удивительно. Будет чудесное деяние. Господь Бог, Он, если имеет иное сердце, которое отличается от нас, стандартом является сердце Бога. И поэтому наше сердце неправильно. Но если мы будем упрямить свое сердце, у нас будут трудности, мы будем страдать, у нас будет мучение. Дорогие, когда вы читаете Библию, и читая Библию, если вы обнаруживаете, что, а, сердце Бога говорит так, а почему же я имею иное сердце? Это неправильно. Я должен поменять свое сердце. Если вы сможете поменять ваше сердце, тогда неважно, кем вы являетесь, вы сможете увидеть, как Бог действует. Эта девушка по имени Чесу Йон, о которой я рассказывал, знаете, после этого врачи говорили, что через несколько месяцев она умрет. Но она до сих пор здорова, грубо говоря, ездит по всей стране и даже не устает. Дорогие слушатели, мы не можем увидеть глазами Бога. У Бога есть только сердце. Однако, когда я обнаруживаю, что мое сердце отличается от сердца Бога, и когда я меняю свое сердце, этот человек может стать счастливым человеком. И тот человек, который умеет соединять свое сердце с сердцем Бога, он сможет ясно увидеть, как Бог чудным образом действует в его жизни, и у него будет благодарность. В Евангелии от Иоанна 2 главе, знаете, написаны очень простые вещи. Во время брачного пира в Кане Галилейска, и Иисус был там, и ученики были там, и мать Иисуса была там. Ученые предполагают о том, что, наверное, это был брачный пир родственника Иисуса по матери. Конечно, у Иисуса тоже были родственники. Это вполне возможно. Но что важно? Важно то, что в этом доме не хватало вина. Когда не хватало вина, смотрите, не только вина не хватает в нашей жизни, порой не хватает и денег, так ведь? Кроме этого, бывает, что у нас не хватает еды, не хватает многих вещей. Но не хватало вина, и была мать Иисуса там. И что она сказала Иисусу? Нет вина у них. А Иисус что сказал на это? Что мне и тебе, Жена? Еще не пришел час Мой. Дорогие, наше время и время Иисуса не пришел, не подходит. Это что значит? Это значит, что наши мысли и мысли Иисуса отличаются. Дорогие, неважно кем вы являетесь, когда вы читаете Библию. Подожди. Слово Иисуса говорит вот так вот. А это есть правда. Неважно, какой у меня план, неважно, что я делал. Все мое нужно оставить. И когда я принимаю сердце Иисуса, и когда у меня формируется одинаковое сердце с Иисусом, тогда у меня и у Иисуса будет одно сердце. И тогда внутри вас начнут происходить чудесные перемены. А именно, мудрость Иисуса станет моей мудростью. Любовь Иисуса будет моей любовью. Святость Иисуса будет моей святостью. И когда Иисус сможет с большой силой действовать в моей жизни, до сегодняшнего дня, пока я жил, в 1962 году, Я родился в 1944 году. И в 1962 году, знаете, что произошло? Я с детства очень усердно ходил в церковь. Моя мама, когда еще до замужества, она ходила в церковь. И в семье моей мамы, так получилось, что бабушка родила только мою маму и больше не могла родить ребенка. И после того, как умерла мама, можно сказать, что весь род или вся семья моей мамы исчезла. После этого я никогда не видел родственников моей мамы. И вот, и когда моя мама была еще жива, если мое сердце и сердце мамы будет едино, это же хорошо? Да. И моя мама говорила, сделай это, сделай то. И у нас будет одно сердце, если я буду следовать. Я же говорю сейчас очень простые вещи. Нет причины пастору подробно объяснять подобные вещи. Однако, когда мы читаем Библию и когда мы видим одно слово за другим... Знаете, когда я был счастлив? В 1944 году я родился, и в 1945 году, 15 августа, наша страна получила независимость от Японии. Я не знаю, слушают меня японцы или нет, но японцы были очень жестоки по отношению ко мне. И потом, когда Япония нападала на Корею, корейцы сражались с луком, с мечами, а Япония использовала уже оружие, поэтому мы проиграли Японии. После того, как Япония захватила Корею, они хотели захватить Китай и напали на Китай. Но Америка сказала, не нужно воевать. Японцы называли американцев носатами, потому что у них большой нос. И поэтому они сказали, «Носатты, какое вам дело, будем мы воевать или не будем воевать?» И тогда Америка перестала предоставлять нефть и металл. Когда перестали предоставлять металл, нефть, из-за того, что в стране не хватало металла, они начали забирать наши металлические ложки, посуду, и поэтому мы использовали глинаную посуду, деревянные приборы. Японцы были разгневаны, и генерал Ямамото, ему было приказано, чтобы напали на Америку. Но генерал Ямамото, он учился в Гарвардском университете, поэтому он хорошо знал о Америке. И он сказал, что если мы нападем, наша страна проиграет. Но правительство говорило, «О чем ты говоришь? Мы выиграем!» И так началась война, и Япония напала на Пёрл Хабберт, и они разбомбили очень известное судно Аризона, которое, я думаю, вы знаете. И тогда японцы начали говорить, «Вот, мы победили американцев». Совсем было не сложно, но прошло некоторое время. Авианосец Америки приехал в Окинаву, и три самолета взлетели из авианосца на Газаке, Хиросима и в Токио. И первый самолет, который полетел в Токио, к ним обратились. «Токио, Токио, прием!» «Это Токио, прием!» «Сколько облака на Токио!» Все три самолета летели с атомными бомбами. И атомную бомбу нельзя бросать с низкой, высокой. Нужно бросить с очень высокого места. И для того, чтобы бросить эту бомбу с высокой точки, важна облачность. На тот момент было 7 баллов облачности, и поэтому не могли сбросить атомную бомбу. Потом обратились, «Нагасаки, прием!» «Сколько там облака?» «Пять баллов!» «Тоже нельзя!» «А в Хиросиме сколько?» «Три балла!» И выбрали цель Хиросима. И самолет, который полетел в Токио, сделал круг и вернулся назад. Самолет, который был в «Нагасаки», тоже сделал круг и вернулся. В Америке, уже зная, что будут нападать на Хиросима, целый год тренировались бросать бомбу. Самолет, который был над Хиросимой, снизил высоту, и потом выбрал точку цели, и потом резко взлетел наверх. Поскольку если бросить с низкой высоты атомную бомбу, тогда и самолет может взорваться. И поэтому поднялся и бросил бомбу. «Знаете, вся Хиросима, она была стерта, как песок». Одно здание, которое осталось, это было металлическое здание, которое сейчас стало музеем тех событий. Во всей стране не знали, что произошло в Хиросима. Интересно, почему же Хиросима не выходит на связь? Что же там случилось? На следующий день в Токио, когда люди выходили на работу, люди смотрят «О, что это же падает?» Когда смотрят, падают листочки с неба. И все были удивлены. Там было написано «Мы бросили атомную бомбу на Хиросима». И сделали фотографию атомной бомбы. И начали бросать это на небе, когда люди выходили на работу. И все тогда, кто был в Токио, они испугались и с детьми пошли в горы. Король Японии, он пошел в радиостанцию и, став на колени перед микрофоном, начал говорить. «Наша империя, Япония, сдается на любые условия. Прошу остановить войну». Благодаря этому и Корея смогла освободиться от Японии. 15 августа 1945 года. Я родился в 1944 году, и через год наша страна получила независимость. Поэтому я всегда говорю о том, что я лежал тогда и ногами боролся за независимость. «Знаете, мы в этом мире слишком маленькие. Даже одной атомной бомбой достаточно, чтобы уничтожить нас. А сейчас есть такие бомбы, которые всю Корею могут просто стереть. Появляются бомбы, которые еще сильнее. И этого, кажется, как будто и мало, и еще делают больше». Дорогие, в нашей жизни бывают разные-разные события, маленькие-большие события. «Но почему же мы живем? И что же будет в нашей жизни? Откуда мы знаем?» «Да, я состарюсь». «А если я состарюсь, я умру». «А если умру, что будет со мной?» «Никто не знает». «Знаете, Библия очень подробно объясняет нам это». «Знаете, то, что мне больше всего понравилось, когда мне было 7 лет, моя мама умерла. И после того, как Корея получила независимость, нам нужно было сражаться и с Северной Кореей. Моего старшего брата забрали в армию. А отца забрали вспомогательное войско, мама умерла. И за короткое время отца, матери и старшего брата не стало дома. Старшей сестре было 15 лет, младшая была 13, мне было 8. Младшему брату было 5 лет. «Знаете, я очень был голодным, я ел все, что попадало. Знаете, и живот только был большим, а руки, ноги были худые-худые. И когда мне стало 10, 15, я начал воровать фрукты. Знаете, я начал делать очень много злого, и у меня греха становилось все больше и больше. Я был уверен, что если я умру, то я попаду в ад. Я очень много воровал. И знаете, когда пшеница созревает, тогда я срывал их и потом поднимался в горы, и мы готовили это. И это было так вкусно для меня. Я думал, у меня много греха. Я воровал. Я слишком злой. Потом я начал читать Библию. Один раз прочитал Библию. Второй раз прочитал Библию. Три раза прочитал Библию. Десять раз прочитал Библию. И потом я был удивлен, потому что, когда я читал книгу Левит, я увидел, как там написано, каким образом мы можем точно очистить наш грех. Левит 4 главе написано, что нужно сделать, если согрешит священник. Потом, что нужно сделать, если согрешит все собрание общества Израилева. Потом, что нужно сделать, если согрешит кто-то из старейшин. И затем, что нужно сделать, если согрешит один из народа. Знаете, мне было так радостно прочитать это место. Почему? Потому что это есть точный способ, как мы можем очистить наш грех. Левит 4 главе написано, что нужно сделать, если согрешит священник, все общество израильское или кто-то из старейшин и кто-то из народа. Я был обычным из народа. Поэтому я читал, что нужно сделать, если согрешит один из народа. Написано, если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не начало делать и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он жертву козу без порога за грех свой, которым он согрешил. Написано, и возложит на него руки. То есть нужно привести козу без порога и возложить руки на голову жертвы. Обычно рукополагали, когда ставят на пастора или пресвиктора. Я думал, для чего же возлагать руки на козу? Потом я читал книгу Левит дальше и дальше. И там было такое слово. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, исповедует над ним все беззакония, сынов Израилевых, все преступления, все грехи их, и возложит их на голову козла». Тогда я понял, что, а, когда мы возлагаем руки, тогда наш грех переходит на голову жертвы. В 21 стихе 16 главе написано, «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, исповедует над ним все беззакония, сынов Израилевых, все преступления и грехи их, и возложит их на голову козла». Я понял, а, так наши грехи будут переданы жертве. И когда это я понял, потом я читаю дальше Библию, Иисус Христос приходит к Иордану, к Иоанну, крестителю креститься. И Иоанн говорит, «Мне надо накреститься от него, ты ли приходишь ко мне?» А Иоанн, креститель, потом крестит Иисуса. И тогда все грехи были переданы Иисусу. Когда наши грехи были переданы Иисусу, Иисус Христос, Он пролил Свою кровь и умер. И тогда наказания за наши грехи были получены Иисусом. Иисус Христос вместо нас взял на Себя наши грехи. И когда Он умер на кресте, наши грехи были омыты. Семьи было покончено. А, вот оно как! Тогда мои грехи были переданы Иисусу. И когда Иисус умер за меня, тогда мои грехи были омыты. Так ясно написано в Библии. Если вы внимательно будете читать, все очень просто, все написано. Тогда мои грехи омыты. Почему? Потому что Иисус Христос вместо меня получил наказание. Поэтому мои грехи омыты. Я стал чистым, я стал праведным. Очень ясно написано в Библии. С того момента. Я больше не был грешником. Да, я согрешил. Я сделал много злого. Однако, Иисус Христос взял мои грехи. И Он умер за меня. То наказание, которое должен был получить я, Иисус уже получил. Поэтому, Он не оставил греха для меня. Он все омыл и умер на кресте. И когда у меня появилась такая вера, я увидел, как Дух Святой проводит меня. Я мог это чувствовать. Евангелие Диоанн в 2 главе рассказывается о брачном пире в Кане Галилейском. И знаете, что там интересно? Мать Иисуса говорит Иисусу, нет вина у них. А Иисус на это говорит, что мне и тебе, Жена, еще не пришел час мой. А когда приходит час Иисуса? Когда наступает час Иисуса? Когда мы слушаем слово Иисуса. И когда мы верой принимаем слово Иисуса, именно тогда наступает час Иисуса. Иисус говорит, что мне и тебе, Жена, еще не пришел час мой. Тогда что говорит Мария? Что скажет Он вам, то сделайте. Иными словами, что Он не скажет вам, верьте в это. Вот что означают слова Марии. Мать Иисуса, Мария, видит, что не хватает вина. И Иисус имеет силы, чтобы решить этот вопрос. И Мария знала об этом. В нашем же сердце, когда будет одно сердце с Иисусом, мы увидим, как Иисус живет внутри нас и действует. Вы понимаете? Как у нас может быть одно сердце с Иисусом? В Библии написано, что Иисус Христос умер на кресте за нас. Правильно? Так ведь? Иисус, Он умер на кресте за наши грехи. Тогда то наказание, которое должны были получить мы, Иисус уже получил. Правильно? И когда мы верой принимаем это, что происходит в нас? Да, я воровал, я обманывал, я ругался, у меня много греха. Но, если Иисус получил наказание вместо меня, тогда все мои грехи уже решены. Правильно? Вот что это. Знаете, в детстве я ходил в школу, и когда у меня нет тетради, я иду к отцу и говорю, «Отец, купите мне, пожалуйста, тетрадь». И у отца был друг, у которого был магазин концтоваров, и этот магазин находился перед школой. И тогда отец говорил, «Так ты пойди к нему и попроси». Я прихожу, «Здравствуйте, хозяин». Да. Отец сказал, чтобы я взял у вас тетрадь. Он говорит, «Да, конечно, бери». И потом оплачивает отец ему. Иногда бывает, что отец дает деньги с запасом, и говорит, «Я все равно там оставил деньги с запасом, поэтому возьми, если нужно». Подобно этому. Я с Иисусом, если имею одно сердце. Что говорит Мария? Что Он вам скажет, то сделайте. Что значит эти слова? Даже если тебе непонятно, ты сделай все, что Он скажет тебе. Если у нас будет одно сердце с Иисусом, тогда для Иисуса решить эту проблему несложно. Как я сказал, эта девушка, которой 19 лет верой Господа Бога, я вышел в Куми, и когда я помолился, и я сказал, чтобы она поверила в Бога, и действительно, она поверила. Знаете, потом у нас был марафон в молодежном лагере. И представляете, из 800 она заняла 300 место. Раньше она даже не могла ходить. Грубными словами она уже хорошо бегает. Почему? Потому что Иисус действует в нас. Дорогие, внутри нас происходят разные события. у нас есть Бог. И верой в Господа Бога, если мы будем идти вперед, Господь Бог и мы будем иметь одно сердце. А когда у нас будет одно сердце, Бог начинает трудиться внутри нас. Мария, когда сказала Иисусу, что нет вина, тогда Иисус сказал, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Почему? Потому что люди, которые там находятся, они не могут следовать за словом Иисуса. Поэтому Иисус говорит, не пришел час мой. Дорогие слушатели, не важно, кем вы являетесь, если вы прямо будете верить в слово Иисуса Христа, и если вы будете следовать за Ним, тогда и внутри вас будет проявляться сила Иисуса Христа. и это будет чудесно. Когда Мария сказала Иисусу, нет вина у них, тогда Иисус говорит, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. И тогда она говорит, что скажет он вам, то сделайте. Эти слова означают служители, что бы он ни сказал, сделайте, как он скажет. И там было шесть каменных водоносцев. Иисус говорит, наполните их. Знаете, наполнили эти каменные водоносцы. И потом Иисус говорит, подчерпните и несите распорядителю пира. Распорядителю пира нужно носить вино, а не воду. но Мария сказала, все, что скажет он вам, то сделайте. И поэтому они знают, что нужно распорядителю пира нести вино, но они взяли эту воду и понесли. Интересно, за это время вода стала вином. Вода стала вином. Почему? Потому что Иисус трудится. Дорогие, мы не должны проверять, слово Иисуса подходит мне или не подходит. Этого не может быть. Ой, я не должен в это верить. Иисус делает то, что мы не можем делать. Один раз знаете, одна сестра позвонила мне, и говорит, пастор, я еду в Америку. Правда? А для чего? И она говорит, моя сестра, она заболела раком, и поэтому родственники решили, чтобы я поехала к ней. Вот, родственники решили, что она еще молода, но заболела. поэтому давайте мы соберем некоторые средства и дали мне их, сказали, чтобы я помогала сестре кушать, и когда мне станет легче, чтобы я вернулась. И эта сестра позвонила мне и говорит, вот, сестра, она работала учительницей, но у нее обнаружили рак. И тогда я рассказал, что происходит с душой людей, у которых рак, чтобы у них появилась вера. И потом после этого я про себя подумал, ой, неправильно я сделал, потому что было бы хорошо, если бы я знал ее номер, и тогда мы бы по телефону пообщались. И потом вдруг у меня я смотрю пропущенный вызов. Я перезвонил, а там мне позвонила эта сестра по имени Юнок, которая работает учительницей, а сейчас из-за болезни не может работать. Ее состояние становится все хуже и хуже. И потом мы начали общаться. Я говорил о болезни, о вере. потом прошло некоторое время. Я смотрю, только ведь было хорошо, а сейчас снова плохо на лице. Я спросил, сестра, что случилось? Она говорит, пастор, я в последнее время не могу кушать. Я спрашиваю, почему? У вас что, нет риса дома? Нет, рис то есть. Я спросил, а почему тогда вы не можете есть? она говорит, пастор, так горько, что не могу есть, когда я засмеялся. Она спрашивает, почему вы смеетесь, пастор? Я говорю, сестра, так вы же меня рассмешили. Я вас не смешила. Нет, вы рассмешили меня. Когда это я рассмешила вас? У вас же болезнь, рак, и вы не кушаете, потому что нет аппетита, да, когда нет аппетита, просто не выплевывайте вперед, а выплевывайте назад, тогда будет все нормально. Я сказал, сестра, у нас есть разные болезни, но из них наша система, иммунная система может лечить болезни лучше всего, и чтобы была иммунная система, нужно обязательно хорошо питаться. И она говорит, и правда, пастор, с того момента, она очень усердно кушала, ее состояние становилось все лучше и лучше. Через два месяца снова она мне позвонила, говорит, пастор, спасибо вам за все, но уже конец мне. Я спрашиваю, что случилось? И она начала говорить разные, разные причины. Я снова засмеялся. Я сказал, в наших глазах, кажется, есть проблема, но в глазах Господа Бога нет проблемы. И эта сестра с того момента, знаете, как она начала кушать? Она приготовила еду в разных местах, положила и в гостиной, и в комнате, и на кухне, везде. И где бы она ни находилась, она просто кушала. и знаете, ее лицо становилось все лучше и лучше. И действительно становилось все лучше и лучше. И один раз она мне говорит, пастор, теперь мне кажется не получится. Я спрашиваю, что случилось? Она говорит, у меня спазмы в желудке, я не могу терпеть. Я спросил, а сейчас у вас есть спазмы? она говорит, нет, сейчас нет спазм. Я сказал, сестра, если сейчас нет спазм, значит, вы уже выздоровели. За что вы переживаете? И знаете, она часто говорит, и правда, пастор, и правда, пастор. И знаете, ей стало намного лучше. И она отправила мне фотографию в выпускной мантии в головном уборе, она сделала фотографию и прислала мне. Ее дочка заканчивала университет, и она тоже переоделась в эту выпускную мантию и отправила мне фотографию. И что говорит, пастор, я выпустилась из химиотерапии. И до сих пор она здоровая, живет хорошо. Дорогие, я не врач. Да, я, конечно, уже не в молодом возрасте, и поэтому куда бы я ни хотел, говорят, что я уже в возрасте. Знаете, я не знаю, что лучше. Слова вы уже имеете много возраста или много денег. Я не знаю, что лучше, но одно я могу точно вам сказать, что Иисус Христос, Он вместе со мной. Дорогие, во всех проблемах, с которыми я сталкиваюсь, Иисус знает раньше меня. И тогда я начинаю понимать, подожди, у меня есть проблема. Но не говорите, вот, провал. А вы скажите, да, у меня есть проблема, но теперь Господь будет действовать. У вас должна быть такая вера. Почему? Потому что Господь любит нас. Раньше у меня были проблемы со здоровьем. У меня были проблемы с желудком. Всегда я мучился из-за этого. Но теперь я не использовал особое лекарство. Однако Господь даровал мне здоровье. Я очень благодарен Богу. Дорогие, во второй главе Евангелия от Йоанна, Иисус хотел действовать. Не хватает вина. И Иисус пришел специально, чтобы решить эту проблему. И есть процесс, как Он может решить эту проблему. Узнала о том, что нет вина Мария. И потом Мария, Мать Иисуса верила, что Иисус сможет решить эту проблему. И она говорит, что скажет Он вам, то сделайте. Если сказать эти слова по-другому, оставь свои мысли. И как Иисус скажет, так и сделай. Правильно? Так ведь? Дорогие, неважно, что говорят ваши мысли. Если в Библии вы обнаружили сердце Иисуса, тогда, после того, как вы прочитали сердце Иисуса в Библии, если есть сердце Иисуса, говорит так, тогда Он может решить нашу проблему. Аминь. Нужно иметь такую веру. Нужно верить. У одного брата была болезнь рак. Знаете, когда рак, говорят, что нет аппетита, все горько. И знаете, я позвонил, я сказал, нужно кушать, нужно обязательно есть. А потом его супруга звонит мне и говорит, пастор, он снова выплюнул, я сказал, так пускай выплевывает не вперед, а назад. Но этот брат что говорит? Разве пастор он врач? Что он знает? Разве он когда-нибудь болел, как я? Если бы пастор болел, как я, он бы не сказал подобного? У брата образовалась такая душа. Другие братья верой в Господа Бога уповают на Бога и делают шаг. и я видел многих людей, которые выздоравливают от болезни и рак. В моей жизни были разные-разные события, но я смотрел на Господа Бога и когда у меня была вера, что Господь Бог исцелит меня, знаете, я точно видел, как Господь Бог действует. Иисус Христос Он когда услышал от Марии, что нет вина у них, Иисус говорит, что мне и тебе, Жена, еще не пришел час мой. А когда же наступает час Иисуса? Когда мое сердце становится единым сердцем Иисуса, когда я верю, что Слово Иисуса обязательно исполнится, тогда образуется одно сердце у меня и у Иисуса и тогда Иисус начинает действовать в вашей жизни. Когда Мария услышала эти слова от Иисуса, она сразу поняла и говорит, а, нужно сделать все, что Иисус скажет, и поэтому говорит служителям, все, что скажет Он вам, то сделайте. Вы поняли? Что Он скажет, то сделайте. И теперь готовы все условия, чтобы Иисус мог действовать. Принесите воду. Взяли воду и наполнили. И теперь отнесите распорядителю пира. И кажется, ну это же вода. Как мы можем отнести распорядителю пира? да может быть у них появляются подобные мысли. Но что сказала Мария? Все, что скажет Он вам, то сделайте. Ладно, хорошо, тогда сделаем, как Он скажет. Да, почерпнем, отнесем. И просто отнесли. И тогда что произошло? Образовалось очень хорошее вино. И тогда распределитель пира зовет жениха и говорит. Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьется, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег до сели. И этот брачный пир стал радостным брачным пиром. В нашей жизни порой не только не хватает вина, не хватает и денег, не хватает пищи, не хватает мыслей, не хватает мудрости. Именно поэтому мы должны верить в Иисуса. Когда наши мысли отличаются от мыслей Иисуса, поскольку Иисус, Он прав, когда я верую в Него, Он начинает трудиться. до сегодняшнего дня, пока я жил, я видел, как любимый Иисус Христос действует. Было время, когда у меня были серьезные проблемы с желудком. В университете Ханьянг проверяли меня и увидели, что у меня действительно серьезные проблемы с желудком. И сказали, что в Америке есть очень хороший врач, которому уже 80 лет. И он получается уже на пенсии, но все равно приходит в больницу и исследует людей с особенной болезнью. И я пошел к нему и с утра этот врач сделал, чтобы я бегал на беговой дорожке, проверял меня. И потом говорит, «Мистер Пак, вы, пожалуйста, извините меня, но я ничем не могу помочь вам». Да, я сказал «Хорошо, спасибо», и я вышел оттуда. Потом я приехал в Корею. Когда я приехал в Корею, мы тогда жили в Тэджоне, и тогда у нас было строительство молитвенного дома. Знаете, мне было страшно смотреть на строителей, которые работали на седьмом этаже. Настолько у меня было слабое сердце. Но по милости Господа Бога, я стал полностью здоровым. Каждый раз, когда я еду на конференцию, у меня есть огромная благодарность. Почему? Потому что Бог даровал мне здоровье. однажды на конференции я лег спать. И от места, где проходила конференция и где проходит воскресная школа, где-то 500 метров. И я прошел четыре раза туда и обратно. И знаете, я не мог поверить, что я со своим здоровьем смог проделать всю дистанцию. я думал, как бы я не считаю, действительно, я четыре раза прошел туда и обратно. И я подумал, если я смог пройти эту дистанцию, значит, я уже здоров. Со следующего дня, знаете, после конференции, я жил в Тэджоне, и перед молитвенным домом у нас есть женская школа. И там есть очень хороший стадион. И хорошо, заниматься спортом. Первый раз, когда я пробежал один круг, знаете, мне было тяжело дышать. И поэтому один круг пробежал, на следующий день два круга. И когда ехал за границу, я брал с собой легкие кроссовки, я бегал и занимался пробежкой. И знаете, мое состояние становилось все лучше и лучше. Я был благодарен перед Богом. Дорогие слушатели, Господь Бог может помочь вам во всех ваших делах. Тот опыт, который у вас есть, оставьте и попробуйте быть с Господом одним сердцем. Мария сказала служителям, что он вам скажет, то сделайте. наберите воду. Просто набрали воду. Давайте сделаем все, что он скажет. Теперь отнесите распорядителю пира. Хорошо, давайте отнесем распорядителю пира. И потом распорядитель пира, когда отведал вино, говорит, откуда вы взяли это вино? Оно, наверное, дорогое, очень хорошее. Любимые слушатели, наш Господь Иисус, что вчера, что сегодня, что вовек тот же. То есть Иисус, который был при браточном пире, он вместе с вами сегодня и мы сегодня должны сказать, Господь, прав, а мы не правы. Когда наши мысли отличаются от мыслей Иисуса, он прав. Поэтому будьте одной душой с Иисусом. И тогда Господь будет действовать чудесным образом. Какая бы проблема ни была у нас, это не будет проблемой. Нет ничего невозможного для Бога. По милости Господа я смог преодолеть многие-многие трудности. Я мог получить милость. когда Иисус явил первое чудо. Знаете, почему это называется первое чудо? Потому что это значит, что будет второе, третье чудо. Иными словами, это значит, что Господь желает и у вас так трудиться. И если вы будете верить в это, то это не проблема. Когда у вас будет вера в Господа, Господь будет чудесным образом действовать. Вот что означает это слово.